И всем дарубчики, с вами Узбешка! И вы попали на мой новый ролик. И сегодня это сборник всех частей. Ну что же, может смотрите по отдельности, и я вернусь, и у меня новое интро. Поехали! И всем дарубчики, с вами Узбешка! И вы попали на мой новый ролик. И этот ролик я снимаю с телефона. Все потому, что сегодня у нас тема, как делать мод на Фрайдейнайт Фанкин на Андроид. Я бы делал такое уже видео про ПК, но дело в том, что мой комп такой слабый, что монтаж, во-первых, еле держит. А еще, ребята, он не запускает Фрайдейнайт Фанкин. Поэтому я снимаю видео про мод на Андроид. И, ребята, я сейчас полноценно занялся разработкой мода на Андроид. Я уже одну петью записал, но все вы увидите в этом ролике. Ребята, ну что же, переходим к самому ролику. Для того, чтобы сделать мод, нам понадобятся 4 программы. Это АПК-эдитер, Джейсон-эдитер, Ибиспейн и сам Фрайдейнайт Фанкин. Ну что же, давайте я начну показывать, как все делать. И, ребята, да, мы начнем делать самого персонажа. Я, в отличие от других ютуберов, которые делают туториалу, поэтому решил вам показать, как сделать своих персонажей нарисовать. И для этого нам понадобится программа Ибиспейнт Икс. Ребята, заходим в нее и рисуем там персонажа. Я вам дам несколько советов, поэтому используйте кривую без Е для рисования персонажа. И делайте каждую часть на отдельном слое, чтобы потом ее легко анимировать. И, ребята, давайте мы посмотрим в таймлапс, как я делал своего персонажа. А на этом кадре я не понимал, как рисовать руки персонажа, поэтому решил срезать руку с торта. И, ребята, на этом моменте я хочу вам дать совет, что, чтобы закрашивать, делайте оттенками. А как это делать, ребята? Рисуйте, значит, отдельный слой и там ставите загородку линиями. И на том слое, где вы красите, закрашиваете одну полоску, одну часть одним цветом, вторую таким же цветом, но темнее. И вот, ребята. Что ж, смотрим дальше. Дальше, ребята, мы нажимаем в сохранении, как по-английски, с прозрачным фоном. И помните, ребята, что я вам говорил, что все делать на отдельном слое? Ребята, меняем позу и сохраняем так же, как по-английски, с прозрачным фоном. Дальше мы создаем вебспейнти проект. И, ребята, узнаем, какого размера файл с текстурами персонажа. Допустим, у меня это был Дэдди Дидис, или по-другому отец Георгфорен из первой недели. И, ребята, я поставил размер на 1048 на 496. Но у вас может быть другой, если вы хотите заменить персонажа на другой неделе. И, ребята, что надо делать, я покажу вам сейчас в тайм-уар. Ну, я думаю, вы поняли, ребята, как это делать. Если не поняли, я вам немного объясню. Мы вставляем сюда персонажей из самих анимаций оригинальных и меняем их на свои анимации. И убираем мы, ребята, персонажей с помощью лассо, которые на заднем фоне. Это мы делаем в программе из беспейнти, напоминать. И как же это перенести во Фрайдэй Найт Фанте? Вот мы в программе АПК Эдита. И, ребята, сейчас очень внимательны. Ведь на этом моменте, ребята, я много раз вступил и даже не знал об этом и не мог, ребята, сделать мод. Мы выбираем не выберите установленный АПК, а выберите файл АПК. Заходим. Тут это я уже менял второй раз. Это тоже, ребята, будут ролики. Заходим в папку со Фрайдэй Найт Фанте. Ищем наши ребята Фрайдэй Найт Фанте. А он у меня вот тут где-то тут. Вот он. И нажимаем замена файлов. Заходим в папку Ассетс, Ассетс, Шейрит, Емаджис. И, ребята, видим тут вот такую вот вещь. А если, точнее, напись Дидидирис ПНГ. Ну и, ребята, если тут вашего нет, заходите в папку Чарасчерс. Ну или не знаю, как это на английском. Короче, персонажей заходите, там еще есть. Нажимаем на того, кого уходить. Вот у меня Тидидидирис ПНГ. Меняем. Кстати, я забыл сказать, что надо сохранять, ребята, без заднего фона, если опять с прозрачным. то и вот тут, ребята, вот ищем. Вот у меня вот тут это 51 без названия. Нажимаем вот так и сохранить. И потом, ребята, мы можем скачивать это. Но как я уже сделал, я вам это показывать не буду. И мы переходим к следующей части видео. Ну, ребята, на самом деле, с этой части я помочь вам не очень могу. Я музыку делаю на компьютере. Но могу вам дать советы. Лучше делайте это в FL Studio. Ведь я, ребята, делаю на онлайн-сайте, потому что, как я и говорю в начале ролика, мой комп слабый и не поддерживает ребята FL Studio. Ну и Фрагмент Фанки. И, ребята, я забыл вам сказать, чтобы вы подписались на канал. Ведь это очень важно. Скидывайте этот ролик своим друзьям, своим врагам, своей маме, своей семье. Ну, кому можно, короче, скидывайте, чтобы они тоже узнали об этом. Ведь, ребята, по мне, мой канал заслуживает больше, чем писают подписчиков. Но если вы так не считаете, ребята, то можете не подписываться и никому не скидывать этот ролик. Но я все-таки надеюсь на то, что вы скидите. Вот мы вернулись в программу АПК-эдитер. И чтобы заменить музыку, выбираем, выберите файл АПК. И тут уже мы, ребята, должны выбрать не файл, опять Фанкин, который мы сделали, а, ребята, для этого возвращаемся, ищем папку АПК-эдитер, темп. АПК-эдитер. И вот, ребята, последняя АПК, которая у вас у вас будет, последние цифры, это, скорее всего, ваш мод. И вот, допустим, у меня Эфиген Сигни 2 АПК. Нажимаем замена файлов, ассет, ассет, ребята, дальше мы ставим сонгс, выбираем песню, которую хотим заменить, у меня это Бобби Бо, и, ребята, заменяем инс, ОГГ, на то, что у вас есть. И, ребята, примечание, что файл должен быть в формате ОГГ, а не в любом другом формате. Ну что же, идем дальше. А для этой главы, ребята, нам понадобятся целых две программы. Это сам Фреддиан Фанкин и АПК-эдитер. Ну что же, заходим в Фреддиан Фанкин. Вот мы, ребята, и в АПК-эдитер. Ссылки на все программы будут в описании и на мой мод также, ребята. Ну что же, заходим в стори мод, ждем, пока у нас это все загрузится, выбираем неделю, в которой у нас стоит мод, выбираем любую сложность, я ставлю хард, из-за того, что я пока на другие не поставил, но в итоговом моде уже все будет, ребята, которые уже выставят ссылки в описании. Загружаются, ребята, наши песни. Что же мы делаем дальше, ребята? Ждем. Во-первых, это пока загрузится. И, ребята, что же мы делаем? Нажимаем, ребята, вот, паузу, дебаг-меню или чарт-эдитер, как он тут называется. И, ребята, меняем стрелочки, вот как вы видите, вот тут. После этого, ребята, значит, мы переходим в третью главу тут, или строчку, и, ребята, нажимаем сейф. И мы копируем. Ну что же, переходим ко второй программе. Вот мы в программе JSON-эдитер, нажимаем open file, заходим, и, ребята, смотрим, тут ждем, пока загрузится, и смотрим папку. Какую же? А файл, на который мы хотим заменить. Вот, допустим, это тут babybo hard JSON. Заходим, и вот тут видите, вот это. И мы это все удаляем, и заменяем, ребята, на то, что мы, ребята, скопировали. Ну что, сейчас, ну, какой же я мод сделал. Ну что ж, погнали смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, вот и подошел к концу наш ролик. Он вышел довольно длинным, по сравнению с моими обычными роликами, ребята. Ну да, не удивляйтесь, это мой канал. Ну и, ребята, пора прощаться. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всем удачи, всем пока, с вами я, Ванек, и в больной канале Узбишка. Всем пока-пока. Дискваймер. А перед просмотром этого видео советую убедиться, что вы посмотрели первую часть. А все потому, что ребята там рассказывают все основное, как делать персонажа, музыку, свои стрелочки и как же делать сам мод. Но сегодня я расскажу вам некоторые фишки. Так, посмотрю, сколько просмотров набрала первая часть. Как? И всем, рубочки, с вами Узбишка. И вы попали на мой новый ролик. И в этом ролике, ребята, я вам расскажу, как делать мод на Фрайденнис Фанген на андроид. И это, ребята, вторая часть. Еще раз говорю, что вначале посмотрите первую, потому что там я рассказывал все основы главные. И сегодня я вам расскажу, как я обновил мод и все новые фишки. Ну что же, переходим к ролику. Ну что же, с чего я начал делать обновление для моего мода. Я начал с того, что заменил Вик 1 на Вик Ютуб. И сейчас я вам расскажу, как это сделать. Открываем картинку недели и все повторяем за мной. И что же делать, я вам покажу в таймлаке. Открываем неделю, вырезаем один и рисуем, ребята, тут в Ютуб. И все. И потом убираем саму надпись и пустой фон сохраняем, как ПНГ, с прозрачным фоном. На самом деле, вы можете этого не делать, но если вы хотите, что у вас показывалась только одна и это ваша неделя, то сделайте так. Что же делать дальше? Вот мы в АПК-едитере. Нажимаем выберите файл АПК, АПК, который мы закончили сделать в прошлой серии. Допустим, это Гэн Сигнет. Ассет, ассет. Выбираем, ребята, тут то, что вы хотите. Точнее, там, где эта папка, это у нас, ребята, имиджес. И, ребята, тут папка должна быть, ее найти надо. И это стори меню. Вот, допустим, вот тут мы видим вик1. И заменяем его на тот файл, который мы сделали. А если вы хотите, чтобы все остальные недели не были видны, кроме вашей, то вот так делаем и заменяем на тот пустой, который мы сохранили. И сохраняем. Ну что же, переходим к следующей части. Как же сделать свой кастомный фон? На самом деле, это проще простого. Для этого создаем в ИБИСе проект 2560 на 1400. Вы, ребята, размер нужно видеть на экране, если вы не поняли. И, ребята, что же мы делаем дальше? Все очень просто. Рисуем там свой фон, который хотите. И сейчас я вам покажу, как я рисовал свой фон. Мы сделали в тени, ребята, и уменьшаем, чтобы, ребята, это было правильно импортировать, и чтобы персонажей было видно на фоне в основном. И чтобы они были не такими большими. И, ребята, опять ставим замену файлов и нужный вам АПК. И, ребята, что же мы делаем? Заходим, ребята, теперь в Шерид, Имаджис, и, ребята, ищем, и вот находим стейджбэк. Но это если у вас первая неделя. Если остальные недели, ищите тоже в этой папке. Ну вот, ребята, мы нажимаем заменить, выбираем ту, которая нам надо. Ну что же, переходим к следующей части. И, ребята, как же сделать свою фазу для персонажа? Для этого, ребята, опять же заходим в Ибиспейнт и делаем новые анимации со второй фазой вашего персонажа. Но как же их опять импортировать, если персонаж главный у нас уже занят? И сейчас я вам покажу, как это сделать. Берем, ребята, следующего персонажа по очереди. Ну или любого другого. Я решил делать из Кидайфанка. Что же мы делаем? Ребята, сейчас я вам покажу свой таймлайн. Ну, в принципе, этот пресс такой же, как и с первой фазой персонажа. Кстати, подпишите за то, что я вам рассказываю так в подробности. Ну и вы, спросите, как же сделать песни поменять скин персонажа. На счастье я вам это покажу. Вот мы пройдем айфанки. Мы уже сразу видим по-меню. Заходим, ребята, как же поменять персонажа. Идем пока загрузится, конечно же. Нажимаем, ребята, на дабак меню, делаем его. Чарт эдитов. И вот, опять же, дабак меню. Тут мы выставляем свои стрелки, ребята. И вот, вы видите свою иконку. Я вам тоже скоро расскажу, как сделать. Выбираем, ребята, персонажа, которого вы должны поставить. И мы нажимаем, вот у меня спуки. И нажимаем на кнопку сейв. Давайте выберем, что получилось. Идем, пока прогрелся. и воду. Наш персонаж изменен. Несно, ребята, зашел, что я делал спути, он стал поменьше. Ну, что же, переходим к следующей части видео. А для того, чтобы сделать свою иконку, ребята, нам опять же понадобится и без пейнт, и апк эдитер. Заходим в и без пейнт, ребята, и просто рисуем свою и ребята, не забываем рисовать иконку, когда наш персонаж и наш враг, точнее, он, ребята, считайте, что уже почти умер. Поэтому, ребята, ставим и заходим в файл, где, ребята, у нас сохранено все иконки. И, ребята, мы туда заменяем две иконки на наши. Давайте я вам расскажу, как же поменять файл, ребята, с теми иконками на наши иконки. Сейчас я вам все это покажу. Опять же, делаем все самое по эдитере. Заходим в assets, assets, images, и, ребята, ищем тут у нас icon grid. И изменяем на ту иконку, которую нам надо. Ну, что же, переходим прощание. Ну, что же, вот и подошел к концу наш ролик. Он вышел не таким длинным, как прошлый, но, ребята, еще раз хочу вас поблагодарить за такое количество просмотров на прошлом ролике. Я понял, что такая тема вам понравилась. Поэтому, ребята, давайте наберем еще больше лайков, и я сниму возможно третью счастье. Ну, что же, всем удачи, всем пока, Дисклеймер. Перед производителем этого ролика убедитесь, что вы смотрели прошлые две части, ведь я мне рассказывал все самое главное, в основном в первом. А в этом ролике, ребята, я вам расскажу, как сделать диалоги. Ну, что же, переходим к ролику. И всем дорогачки, с вами я, Звишка, и попали на мой новый ролик. И сегодня у нас последняя часть того, делаю свой мод на фанге на андроид. И в этом ролике я вам расскажу, как делать диалоги на андроид. Это достаточно тяжело, если учитывать то, что если вы начали делать по эмоциональным историям, вам весь мод надо будет переносить на другую версию. Ну, что же, начинаем ролик. Ну, что же, этот ролик не будет таким большим, остальные. Ну, и сейчас я вам хочу сообщить, что мод читайте, ребята, уже вышел. И вы можете его скачать по ссылке в описании. Ну, что же, ребят, давайте вам расскажу, как сделать диалоги. раз, ребят, я оставлю еще одну ссылку в описании, на которой будет версия Франзен Фанкер Реологи. Это такая версия. Мод с диалогами на Франзен как это все сделает. Ну, что же, ребята, начинается все с того, что нам надо заменить иконки диалогов. А если точнее, поменять персонаж, который мы хотим, на нашего персонажа. И, ребята, поэтому мы должны найти в АПК-эдиторе файлы некоторые. Они находятся в папке Шерер, как и остальные. Файлы диалогов с надписью про Тейт. Мы там их видим и переносим в программу к Беспейн. Что же делаем дальше? А дальше, ребята, все просто. Мы заходим и делаем изменяем их на наших персонажей. Ну, там, само собой делаем разную прозрачность. Ну, сейчас я вам это все покажу, ставим лаптик. Так же делаем для любого другого персонажа, ребята. Только изменяем там, конечно, текстуру. вы хотите, допустим, делать вторую фазу. А как это все делать, я вам показывал первая часть. Ну, что же, сейчас я вам расскажу, как заменить иконки диалогов на свои и как сделать сами диалоги. Для начала мне надо может приносить новую версию. так. 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 Да сколько еще это переносит? 3 28 AM. Вот мы и в АПК Эдитере. Заходим, выберите файл АПК, выберем наш файл АПК, вот с этим ребята, мой новый обновлен, но я допустим выберу вот это. TimeFunking Restored, как вы видите, внизу. Замена файлов, assets, assets, shared вроде бы, images, и тут надо найти папку PortAids, надо ее поискать. А если ее нету, ребята, как у меня, потому что она должна быть в другой папке, то заходим вот, вот, assets, assets, images, и вот тут уже, ребята, ошибся, ищем папку PortAids. все они тут, где мы ее, если ее где-то искал, не в дата точен, допустим сюда вот делу, может тут, нет, да я это поставил, ладно, подождем пока, я на это вырежу, shared, images, ну и ищем еще этот, а, ребята, все-таки я была в той парке, просто я не заметил, заходим на нее, изменяем, ребята, дает портрет на нашу первую картинку, ну и ребята, кто у вас будет второй, я, допустим, это скид у меня, я его тоже заменил на свою картинку, что же, что мы делаем дальше, ну что же, я вам показал, как заменить сами конь, но сейчас я вам расскажу, как заменить сами диалоги, ну что же, давайте продолжать, ну что же, заходим в ПК Эдитар, вот мы опять в ПК Эдитаре, выбираем, ну опять, Генсигни 2 АПК, допустим, и нажимаем редактирование ресурсов, заходим в файл, выходим отсюда, нажимаем ассет, ассет, дата, диалоговый, и тут у нас разные диалоги, допустим, Бобби Бо, ну я, видите, как я уже заменил тут диалоги, ну смотрите, допустим, Делис, хотя могу даже перевести первый диалог, я иду, оу, привет, ты Боффер, тут играть про этот фальтин, Бибов, а я русский ютубер, мой, Нэнси, Забюшка, что-то немного нагресса начнешь, ну ладно, смотрите, что мы делаем, допустим, пишем тут, диарест, ну, ну, допустим, бойфренд скажет, только бойфренд пишем, ребята, не буфе, а вот так, вот, как я написал, пишем, вот, вот так, потому что дикие они, ну что же, переходим к тому, как у нас это все получилось, давайте мы посмотрим, что же получилось в самой игре, до конца, ну что же, вот мы и досмотрели мой ролик до конца, всем удачи, он просто звезда, нахуй, и всем дарпочки, с вами избежка, и да, ребята, я вам ставил прикольную вставку в ролик, чтобы вы не злились, за что видео не было так долго, ну а сегодня, ребята, у нас то, что вы ждали и просили, четвертая часть того, как делать мод, извиняюсь, катсцен тут не будет, но, зато очень много крутых фишек, и если хочешь узнать о Киеве, то смотри видео дальше, и да, сейчас будет старый, потому что я это снимаю с телефона, а компа у меня пока что нет, поэтому, ребята, погнали! Начнем мы доставить с интересной фишки, это сменяющиеся темы, или точнее фоны, точнее каждую песню будет у нас разный фон, для этого, мы скачиваем версию по ссылке в описании, она специально для создания модов, сделана, и, ребята, начали, конечно же, переносим сам мод на эту версию, но это я сделал, поэтому давайте делаем остальные два кастомных фона, ведь у нас три песни, один фон я уже делал в других роликах, поэтому погнали! ну, впрочем, фоны мы перерисовали, погнали, ребята, переносите хвофройбейнайтфанкин, вот мы его пока-эдикт, нажимаем выберите файл апк, и ищем наш файл, который мы скачали, он у меня тут где-то был, это я помню, вот, фэнфэй кастом биг, замена файлов, ассет, ассет, кастом биг, имидж, бэкграунд, нормал бэкграунд, и вот у нас, как вы видите, фоны, вот мы их заменяем китом, хватит, вот этот тоже, и вот этот, и это мы уже сделали, идем дальше. Если вы смотрели все прошлые серии, то вы уже знаете, что я его вторую фазу, но это обновленная вторая фаза тем, что у меня будет такой драстный, персонаж будет такой же, не такой мелкий, как было в первом моде. Поэтому, ребята, давайте я вам покажу тайм-лаксик. Ну, ребята, вот мы и заменили. И, ребята, если у вас задался вопрос, как заменять основного персонажа, я вам сейчас всегда покажу, а если вы хотите заменить иконки, и все остальное, то делайте по туториам из прошлых видео. Если кто-то не понял, просто берите файл из игры нужная, и там их немного изменяйте. Как вам хотите для персонажа. Это если кто-то не понял. Ну, ладно, давайте я вам покажу, как заменить. Вот мы в APK-эдитере. Выбираем выбрать файл APK. Опять же, ищем наш файл, только тот, который мы уже сохранили в APK-эдитере. Ну, так как я-то у меня я уже все сделал, будем показывать, я буду так показывать. В APK-кастом. Замена файлов кастом. В APK-кастом. 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 И вот тут вот мы заменяем вот эта вот первая фаза. Вот эта вот вторая фаза. Тут мы можем еще и третью фазу. Но это уже по желанию. Ну, что же, давайте переходить в следующем пункте. Ребята, сейчас мы сделаем кастомное название модов в наше меню. В главном меню это рядом с фанкинг, иногда с нон, с юсб, как в моем случае. И давайте я покажу, как я это сделал. Вот мы это и сделали. Погнали заменять! Вот мы его покоидили тысячный раз. Фанкин релиз, но это не то. ВМФ Кастом Вик, конечно же. Опять мы выбираем то, что мы уже должны были сделать. Кастом Вик, ребята, а нет. И мы ищем, ребята, лого Бампи. Заменяем его на то, что мы сделали. Ну и в итоге мы получаем ряд того, что мы хотели. Переходим далее. На самом деле одна из самых интересных читателей модов, которая мне понравилась. И тут мы сделаем кастомные слепы. Точнее, в одной песне они будут одни, а в другой другие. Вы можете сделать так, не знаю как. Но это будет круто. Поэтому, ребята, мы опять же берем из файлов игры и иконки и заменяем их. И вы смотрите, как я примерно рисовал. Стрелки готовы. Осталось только заменить их. И не знаю, в какой же раз я вновь в Апк-эдитере. Замена файлов. Ассетс, ассетс. Тут, ребята, выбираем кастом виг, имиджес, ноут, нот. И мы видим нот ассетс. И заменяем нот ассетс 2 на наши ассеты стрелок. И, ребята, это еще досмотрите, конечно, ведь впереди ждет много интересного. Поэтому, если ты смотрел до этого момента, напиши в комментариях слово «картошка», чтобы зрители смотрели до конца. И они такие, типа, чё? Ну ладно, не будем томить, переходим дальше. Да, вы не очень поняли, что это означает, я думаю, кастом на первой неделе. Но вы это посмотрите. Да, ребята, я вам все расскажу и объясню. Конечно, я вам покажу таймакс, но и вы давно будете понять, где этот персонаж будет. Ну что ж, не будем медлить. Погнали заменять. Вот мы, ребята, опять, как обычно за ними на файлах уже томить. Выбираем, ребята, имиджес. Меню «Чарактер». И выбираем у нас, в моем случае, это «Чар 1 спуки». Или просто спуки. У нас и это надо. И мы его просто заменяем. Тут ничего нового нет. И сохраняем, конечно же, не забываем. Погнали дальше. У нас остался последний шаг. Погнали на старай. Выбираем, ребята. Мы уже во фразе нефантим, в дебаг-меню выбираем. Кастом Бэнджи можно. Первый из трех. Допустим, третий. Сейчас давайте сразу фазу, типа. Оно у меня это «Чар 2». И необычный стрель. Сейчас я вам покажу, как это получилось. Ждем. Ну, конечно, кассеты я сделал. И они выглядят, я бы сказала, прикольно. И вот, как вы видите, у нас такие необычные стрелки. И так мы заменяем в разных песнях. Сейчас я вам покажу, что должно получиться в итоге. И у нас там уже больше, чем мы видим. Извини. Вот и давайте посмотрим. ну что ж видео подходит концу и пора прощаться всем удачи всем пока ну я ванюк и вы на канале избежка всем пока пока и всем дарщики слону избежка да видео не было почти месяц нет что в это время у меня всегда были какие-то проблемы и просто не было времени а сейчас я с новыми силами вернусь на канал и буду снимать для вас ролики и попытаюсь делать в обычном формате через два дня и сегодня долгожданный второй сезон того как сделать мод я благодарю за 1100 подписчиков поэтому ребята спасибо вам огромное и кстати ребята спасибо и за это я хотела больше что необычное сделать и через полить свой номер телефона и смотрите его счастье его покажу ну впрочем вы можете звонить писать мне и всякое такое но я не буду мерить и буду переходить к ролику начнем конечно мы со своего персонажа и для этого мы заходим всеми любимый апк-эдитер и делаем там начальный набросок персонажа первую идею еще без анимации просто первого персонажа ах да забыл сказать наш мод будет про игру в кальмара а пока посмотрите коротенький там лапс как я делал текстуры персонажа ну что же персонаж сделан делаем анимации для этого нам надо из файлов игры из файлов псих энджин android ссылка на эту версию будет описание нам ребята надо достать файлы а из точнее текстуры персонажа которого хотите заменить у меня это как обычно дэд или дэди тигры короче персонаж с первой недели поэтому сохраняем анимации сохраняем пнг и заменяем опять же коротенький там лапси ну что же персонаж делали погнали из-за меня вот мы в пк-эдитере выберите файл пк выбираем наш файл замена файлов assets assets shared images characters дэди дирест выбираем либо того кого вы хотите заменить вот изменим на тот файл который нам нужно нажимаем сохранить так как я ничего не заменил у меня нету кнопки сохранения если вы замените у вас появится эта кнопка и надо нам заменить песню потому что без своей песни мод получится не очень и за этим хочу поблагодарить двух моих подписчиков которые сделали фоновую музыку и это артем кря и еще один пацан я не помню его не под на монтаже сейчас ставлю и как раз его и использовал свои первые песни а артема крея используя в новом обновлении моды во второй части монтаж 2 сезона ну а саму песню это я делал сам для этого мы можем играть его в студию и делать там ну а я делаю на сайте саундтрап из-за моего слабого компьютера поэтому ребята давайте уже заменять в пк эдитере опять всем любимый пк эдитер выберите файл замена файлов а следствия сонгс бобби борь инста войс и заменяем это которого у вас фоновая музыка а войс это который гол голоса персонажей ну а сейчас у нас бэкграунд это тоже достаточно легкая тема леда нам понадобится конечно сделать бэкграунд фразы 2021 год этого что где-то помог один подписчик вот его ник дискорде и ребята надо нам по нужный размер это сделать поэтому заходим опять же из файлов берем просто задний фон и берем им просто меняем на картинку которую вы сделали и все но андель нужно потом размер поэтому вывести просто заменяйте и все и мы опять в пк эдитере впрочем все по классике выберите файл пк гэн сигнает замена файлов ассет ассет шерид имиджес вниз и вот у нас фон первой недели он стать бэк я заменил на тот фон который получился и также желательно заменить стэйдж фронт на просто моргать любую заливку цвета который у вас будет пол плюс можно стэйдж лайт и стэйдж куртейн сделать невидимыми если они вам мешают но я только стэйдж куртейн делать невидимыми стэйдж лайт мне все-таки не мешают вот это интересная тема начнем с того что нам полюбаться нужно сделать иконку иконку мы делаем недели за 5 сек про заблудительно займут берем из файлов игры иконку любой недели и просто меняем один допустим на свою фигурку вот так не знаю почему мне голову пришло именно глазами ну а переходим в пк индикатор опять ничего нового покажу только замена файлов но тут еще кое-что ребята будет после этого уже выбираем как обычно шерид имиджес ну и опять же ребята так как мы изменяем неделю мы немного не туда шли просто имиджес и ищем у нас там меню и второе меню вот это и заменяем вот у меня допустим век один мы заменяем на нашу иконку я ищусь нужно сделать иконку персонажа на главный меню 7 на меню недели ну вы возможно не очень поняли что это но сейчас все поймете просто покажу вам тайму а ну и заменяем ее в файлах я буду ничего нового говорить но уже ленту что-то показывают вы и так все понимаете поэтому просто заходим ищем меню вчера актерс выбираем нашего персонажа и просто заменяем его опять же не конец нам надо убрать все остальные недели это уже пожелание и делали такое каждом на 1 задний который вверху типа название альбома как допустим за сюда дедилис просто первой неделе а и решил делать гениальное название из кула и называть склая сугуб на русском квадраты топ на века я не верю поэтому давайте заменять это файлах и вот он на самом деле уже по новее и до этого момента пишите в комментарии ребята у кого какая температура на улице у меня минусовая снег недавно был на 6 снега выбирайте полное редактирование редактировать все файлы выбираем просто ждем выбираем асс с асс с дата боби-бо боби-бо но по нему за счету да потому что джене за схема это викс вик 1 мы можем наменять только ребята название не обращайте внимание что я бы менял название песни если вы это поменяете работать ничего не будет поэтому нам надо выбрать ребята story name и там изменить название или вот так вот мы делаем мы ребята нас длинных неделях мы убираем вот смотрите хоть что ремонт и хоть free play у нас по умолчанию стоит фэлсы но мы ставим true и и также на остальных неделях а это как я понимаю по желанию и это очень легко поэтому просто смотрите дайму лапс мы опять же берем из файлов игры просто заменяем на свой как мы вышли в файл я реально буду мне уже нечего говорить выбираем имя джин и ищем такую папку айкон вот находим то как он у нас заменит то говорится у меня это у нас дэк поэтому вот он нас заменяем на нашим конкурсом ну а сейчас мы просто сделаем заставку на самом деле это тоже не тяжелая часть для этого просто заходим в файлы берем ту лога банки и заменяем на новую и просто смотрим ну что ж вот вы посмотрели таймлапс давайте заменять в файлах игры вот мы его пока эдиторе впрочем как обычно выберите файл выбираем замена файлов assets assets выбираем тут у нас ребята images листаем вниз пониже и ищем такую папку как лога банки и не попал файл вот она и заменяем ее на нас вот мы издали в редакторе вот такого вот тут ничего нет просто будем уставлять девочки кстати у вас может участь такой бак поэтому что нажимайте по два раза а верхнюю убирайте но из интересных тут еще такая вот вещь и вент у меня немного прелизной версии просто когда есть молота видео вышла новая которая ждала это прелиз новой версии поэтому ссылку на нее я оставлю вам в описании точнее на новую уже версию а вот вторая серия уже я перенесу на новую версию допустим ребята у нас есть функции как камера вот но это я не очень разбираюсь поэтому поехать это скрин шейк это тряска экрана выбираем любые значения которые хотите допустим 0 1 выбираем любое значение вот я выбрал 2 и 0 1 и ставим вот сюда получаем и так же такая же вещь только зум тут можно на любое значение но я бы не ставлю 0 1 0 1 ну что ж вот и до последней части а если с ней и только что же у нас получилось сейчас я вам покажу видео и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, это, наверное, не на всех телефонах, но на моем катсцены не работают. Либо это на всех, я не знаю. И для этого, чтобы мини-персонажи во время песни, нам понравится это делать в самом Фреддей Найт Фанкине. Не забываем, что это версия Псих Анджин, ссылку на которую я оставлю в описании. Поэтому смотрите. Вот мы в редакторе песни Фреддей Найт Фанкина. И чем вот, допустим, мы хотим поставить смену персонажа вот тут. Ставим ивент и ченчерайтер. Но в этой версии Псих Анджин Андроид есть проблема в том, что не важно, что ты написал вот тут, заменяется только буфе. Я не знаю, что с этим делать, опять же. Но поэтому я сделал, держась на необычном образом, сделал, что мы играем за вот этого вот кальмарика. Да, фраза гений. Мы должны поставить вот так. Семься адаптер. Ну, возможно, в новых версиях это исправят, а я не знаю, когда вы посмотрите этот выпуск. Мы должны поменять. Мы пишем дэд. Если ты уже исправил, то дэд. Все равно поменяется табуфе. И новый персонаж, допустим, это у меня спуки. Это первое, что мы можем сделать. Ну и впрочем, все. Помните, как в прошлой серии мы делали вот эту вот анимацию? И ее мы как раз будем использовать во время игры. Как же это сделать? Сейчас я вам все покажу. Вот мы опять же в этом редакторе. В этот раз мы выбираем не чайный характер, а плей анимейшн. Ставим сюда плей анимейшн и меняем значение. Первое анимацию на тупой это, опять же, хей. И когда нам надо врагу, пишем дэд. Даже если это не дэд у нас. И равно пишем дэд. Потому что дэд в этом случае это просто противник. Для этого мы уже в такой раз перемещаемся в редактор Фреда и Нейтфанкина. Опять же мы тут. В этот раз мы выбираем нот и смотрим типы нот. Первое это альтернативная анимация. Второе это самая анимация хей. И мы можем этой анимацией сделать анимацию. Да, сразу гениальное. Ну да. Но нам нужно вот это вот хард ноты. В прошлой серии мы меняли в текстурах игры ее. Либо не меняли. Но если мы ее не меняли, а я забыла об этом. В файлах игры ищем хард нот ассетс. В папке шейрит. И там меняем. И вот у нас есть вот такие вот стрелки. Атакующие. На которые мы не можем нажимать. Я их поменял на такую вот текстуру. Ну и впрочем все. Ну а что из этого получилось, вы сможете посмотреть по ссылке в описании. Ведь там я уже выложил этот мод. Поэтому смотрите его, ставьте лайки и подписывайтесь. Ну всем удачи и всем пока. С вами я Ваня. И вы на канале Узбишка. Ну а так как мне видео надо растянуть до 10 минут. Слушайте... но 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 короче но 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 короче я фиг поймечу петь когда поставь лайк подпишитесь мерил до этого момента но 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 короче пофиг смотрите дальше черный экран одну минуту а Спасибо за просмотр и всем пока!